Божья коровка, слон, теперь вот царевна-легушка. КП «Горзелентрест» установила в Парке Победы очередную композицию, потратив на нее около двух с половиной тысяч цветов. Вот только стоит ли распылять людские и финансовые ресурсы на подобное творчество, когда весь город до сих пор усеян поломанными во время урагана ветками и деревьями. Опрошенные нами одесситы расходятся во мнении. С одной стороны, идея установки подобных скульптур в городе интересна. Вот только исполнение оставляет желать лучшего. Да и тратить деньги на такой креатив, когда в том же Парке Победы лежат неубранные, поломанные ураганом деревья, по меньшей мере странно. Ну уже пора бы последствия и ликвидировать, если еще и Киев выдал деньги там, субсидировал и все. Поэтому у нас вот возле вымпела детская площадка вся в этих ветках. Ну я ее видел в интернете, ну двоякая. С одной стороны, хорошо, что она есть, а со второй стороны, ну не фонтан, как говорят в одессе. Ну наверное, скорее можно было вложить, но я не знаю, какие суммы нужно для ликвидации. Вот мы живем на седьмой, там эти двухэтажные домики, дворы, там попадало все, там никто ничего не ликвидирует. Стояли деревья, никто не рубит, никто не пилит. Так все и осталось. Это произошло. Много костусев приезжало к нам во двор, много речи, депутаты, но никто ничего. Пару деревьев убрали, понимаете, которые уже упали на крышу. А остальные все, наверное, все-таки, если в бюджете мало денег, можно было таки потратить, правильно? Наверное, правы наши коллеги, которые утверждают, что директору КП «Горзелентрест» господину Рифе надо бы обратить внимание не на слона, царевну лягушку и божью коровку, а на проспект Шевченко, сквер Старостяной площади, Куликово поле, прибрежные склоны и целый ряд других улиц, которые до сих пор не убраны от поваленных деревьев.